все здравствуйте мы продолжаем наши уроки шатра в рама и сегодня у нас будет такая тема тайна силы раскаяния все мы знаем что вот приближается очень важный день он важный для всего человечества называется он ем кипур переводится как ем это день кипур это искупление день искупления и в этом году этот день наступает 4 октября вечером ну и 5 числа 5 октября весь день тоже до вечера вот эти вот сутки они являются очень важными и они являются очень важными не только для еврейского народа как мы уже понимаем что тора дана была не только еврейскому народу над адресована ко всем народам мира и если этот день есть и сияют работают какие-то духовные силы то любой человек который знает это верит в это принимает это то конечно же эти силы будут работать его жизни также сама и мы сегодня поговорим о самом этом дне об истории этого дня и поговорим о скрытых смыслах этого дня что необходимо делать в этот день то есть как извлечь из этого максимум пользы и мы вспомним историю дарования торы человечеству и что напомню что она была дана для каждого человека это есть инструкция жизни для любой души для любого человека это относится ко всем народам например у нас есть пример вот в каждой синагоге в день ем кипур читают эпизод когда пророк иона был послан в ассирийский город нинвей это был не еврейский город а это был еврейский пророк и вот в этот день ем кипур он пришел сказать городу что раскаетесь иначе вы подлежите уничтожению и весь город принял его послание от царя до самого как говорится гражданина последнего весь город принял покаяние перед богом и город остался цел и невредим и мы поговорим сегодня вот еще о 10 днях которые есть от праздника росшишана мы с вами встретили этот день кто-то его называет день суда по-разному его называют но в принципе так и есть это день когда пересматривается судьба каждого человека невзирая на его возраст социальный статус уровень заработка религию поэтому это относится каждому человеку и это мы говорили что записывается судьба предопределенная в книгу жизни там на небесах да то что называют предначертания таким заманчивым словом еще есть 10 дней 10 дней на улучшение этого приговора и в день ем кипур ставится печать то есть в этом отображается милосердие всевышнего что этот приговор еще можно улучшить вот эти 10 дней специально даются когда есть время по особенно помолиться особенно задуматься что-то пересмотреть в хорошую сторону своей жизни в своих качествах своем поведении и 10 дней дается на то чтобы улучшить ситуацию давайте вспомним вообще откуда берется этот день его исторический смысл мы помним истор и сказано что 6 сивана по еврейскому календарю маше пришел с горы там где он общался 40 дней с всевышним и принес первые скрижали что он увидел он увидел что народ уже развратился сделали идола он разбил эти скрижали и потом ему пришлось подняться второй раз на гору сина и он второй раз там был и он вымаливал прощение для еврейского народа прощение он вымолил что теперь делать надо же все-таки вернуть скрижали и тогда он поднимается третий раз на гору сина и всевышний сказал ему такие слова теперь ты вычеши сам эти скрижали из камня а я напишу на них эти заветы законы которые я вам давал и именно когда маше третий раз спускается с горы с новыми скрижалями так сказать восстановленными вот это как раз был день йом кипур это был день йом кипур и знаете здесь мы можем такой урок приостановиться задуматься урок ведь первые скрижали дал сам всевышний все сам сделал все дал просто но люди это не оценили следующий раз на видне теперь потрудитесь сами а я помогу вам сверху вы начните а я вам помогу здесь хорошая такой урок можно понять что все что даром человеку дается но не очень ценится она когда человек платит за это цену он трудится за это он старается и когда тогда ему помогают свыше тогда он ценит это все время так мудрецы говорят про день йом кипур что дни сотворены а у всевышнего один день ну возьмем такую фразу и посмотрим что имеется ввиду дни сотворены а у всевышнего один день что это вот за день мы говорили что в этот день работают особые небесные силы как говорится сияют 13 качеств милосердия всевышнего и этот день отличается от роша шана чем мы говорили что в роша шана там трудится на небесах ангел обвинитель которого называются сатан он трудится он обвиняет так вот мудрецы объясняют что а вот в этот день йом кипур у него выходной да у сатана есть единственный выходной в году это день йом кипур он не работает вот и мудрецы объясняют ну тот кто постоянно слушает наши уроки вы знаете что такое гематрия гематрия это цифровое значение слова вот есть слово на иврите буквы они же цифры вот есть какое-то количество букв каждая буква это же определенная цифра и потом суммируется числовое значение так вот гематрия слова а сатан 634 почему потому что 634 дня он работает она 635 вот это день всевышнего он не работает он никого не обвиняет он бессилен поэтому этот день называется день всевышнего в чем тайна же этого дня именно день да потому что искупает сам этот день то есть всевышний заранее так предусмотрел что вот как бы ты хотел не хотел от тебя ничего не зависит человек не может сказать вот пусть она не работает человек может сказать я это не принимаю в свою жизнь это другое дело это может человек сказать человек может не знать ничего про этот день другое дело но не может изменить ситуацию потому что сам этот день это особенная божественная милость запланированная заранее эти силы работают и каждый человек кто придет к нему ну с просьбой с хорошими как говорится внутренними пониманиями то он получит благословение от бога и вот давайте мы сейчас задумаемся мудрецы так описывают вот механизм сам вот это важно понять есть такая классическая схема когда человек ее поймет уже от этого понимания открываются очень все другие смыслы то есть человек вот понимая вот это то что сейчас мы поговорим он понимает на многие вопросы у него уже появляются ответы почему так получается зачем это нужно кому это нужно то есть это и есть смыслы да это да человек живет осмысленной жизнью и для него это жизнь совсем другая чем для человека который живет без всевышнего живет только материальными ценностями на самом деле совершенно другая внутренняя совершенно другие ценности мы знаем что чистая душа приходит с небес в этот материальный мир у каждой души уже есть заложенный в ней потенциал мы это можем видеть практической жизни кто-то стал хорошим скрипачом кто-то стал мудрецом торы кто-то стал хорошим механиком это же не просто потому что человек выучился и все если он не хороший певец например то он как бы не учился но все равно он будет посредственный певец также то есть мы видим есть какой-то потенциал чем душа чистая душа приходит сюда в этот мир она попадает физическое тело мы тоже знаем как это все происходит трудятся родители и потом вот появляется ребенок она попадает физическое тело и она передает жизненную силу этому телу чтобы вместе с телом душа и тело то что мы называем человеком они должны осуществить какой-то божий замысел заложенный в творении то есть есть вот то что мы говорим предопределение или предназначение то есть кто-то предварительно назначил душа попадает в тело и человек выполняет какое-то небесное задание которое ему там было запланировано и объясняется какой замысел что душа постоянно черпает силы от связи с всевышним каким образом это не нарушая божественной воли имея с ним отношения душа подчерпает свои силы она передает эту жизнь и энергию телу у человека появляется разум осмысленность эмоции поведение и тогда человек живет согласно божественной воле идет его путями есть много синонимов этому выражению когда эта связь нарушается нарушается связь с всевышним то тогда нарушается вся схема и это влияет на все это влияет на интеллектуальное развитие на смысл на эмоции и так далее так далее так далее вот мы можем увидеть классический пример не надо далеко ходить это эдемский сад человек по имени адам какой он был до того как он съел запретный плод что такое сил запретный плод это нарушил божественные установления это не важно какое что он сделал есть разные мнения мудрецов но он нарушил божественные законы и что произошло вот эта связь была нарушена и дальше можно увидеть цепочку развития событий первое у него нанес ущерб душе откуда мы это видим всевышний рита дам где ты знаменитая фраза адам уже не так как раньше вчера он ходил в прохладе дня общался с богом ему было приятно он все понимал все ощущал а здесь вдруг он испугался он спрятался ущерб душе что мы видим дальше проблемы как нежный ком начали перемещаться с его души в материальный мир проблема пришла в семью к их детям в отношении женой с хавой они долгое время не жили вместе потом один сын убил другого сына земля была проклята перестала давать урожай он стал работать в поте лица то есть трудно с потом с проблемами зарабатывать себе на кусок хлеба то есть смотрите как вот это нарушение связи с всевышним повлекло за собой полная полный распад личности и полный развал окружающей действительности что здесь есть объясняют наши мудрецы что вот этот спуск души в материальное тело и в материальный мир это уже само по себе является трудностью потому что сразу есть ограничение ограничение вокруг окружающей действительности ведь душа она же безграничны имеет силы да а здесь ей надо вот в теле жить согласно всему происходящему и тут добавляется это уже сложность а еще плюс то поколение это обстоятельства в котором человек живет например кто-то пришел в этот мир и живет во время войны кто-то пришел в этот мир и живет во время голода и все эти обстоятельства хочешь не хочешь они влияют на человека поэтому без божественной поддержки вот эти все трудности не раздавливают часто человека и тут интересный момент что в чем заключается задача человека задача человека сегодня не просто жить комфортно весело и духовно а так как этот мир разрушен так как все вокруг не является божественной волей замыслом то задача человека является если люди понимали свою задачу они меньше задавали вопросов почему мне это ну почему так происходит потому что такой замысел творца и задача человека является имея связь с всевышним улучшить участок своего влияния естественно преодолев все трудности улучшить участок своего влияния у каждого человека есть то что называется свое окружение с кем он общается на кого он влияет от кого он зависит его дети воспитать детей что-то создать какой-то научно технический прогресс и так далее и так далее и так далее но самое важное это вот душу свою раскрыть вот эти душевные силы раскрыть этот божественный потенциал заложенный это все происходит как раз вот время во время таких испытаний когда люди не понимают вот этот замысел то они часто расстраиваются но себя винят и но это сложности вот есть хороший пример вот есть человек по имени каин и он стал убийцей первый убийца на земле это каин это сын адама и хавы давайте посмотрим что на него про него сказано вообще в торе когда хава его родила она сказала такие слова это и есть выражение имя имени каин она говорит приобрела я человека с богом что это значит значит он был абсолютно по божественному замыслу это не была ошибка задается вопроса как же вот так вот получилось что он убил и так же мудрецы объясняют что у него были определенные характерные черты от начала это говорит выражение приобрела я человека с богом каждый приходит сюда с определенными характерными чертами и это есть божественный замысел но но у него была сила сделать правильный выбор правильный выбор хотя у него были какие-то наклонности ну какая-то злоба я думаю чтобы убить человека надо иметь какую-то агрессию какую-то злость да и у него была сила сделать правильный выбор откуда мы это видим у дверей грех лежит всевышний ему говорит досадно тебе и поникло лицо твое и к тебе влечение его но ты должен властвовать над ним то есть конкретно сам всевышний увидел внешний вид поникло лицо говорит грех у дверей лежит но ты должен властвовать над ним то есть это то что есть у человека свобода выбора и когда человек говорит что ну у меня не получилось я не смог что он имеет в виду он имеет в виду что я не использовал данные мне силы то есть глубоко где-то внутри он просто не захотел потому что возможность у него такая однозначно есть и вот берейшит 4 глава 7 стих я специально даю эти места чтобы можно было потом проверить и проанализировать там написаны такие слова ведь если клонишься к добру то проститься тебе то есть фактически всевышний дает ему формулу формулу как победить вот это греховные наклонности внутри себя которые у него реально были если клонишься к добру то все происходит в разуме человека перед тем как уже приходят эмоциональные какие-то проявления там ненависть зависть и так далее а потом действие то нужно вот в своем разуме научиться если клонишься к добру нужно осознать осознать будущие трудности осознать ну когда ты понимаешь схему да в принципе же в принципе это то же самое что всунуть два пальца в резетку если человек это через осознанность да а у нас уже сегодня есть вообще понимание как это делать надо изучать тору надо молиться богу надо клониться надо создать себе человек сам должен создать себе такие условия чтобы принимать силу от всевышнего чтобы он всегда делал ну выбор вот в такие ситуации соблазна или трудности испытаний чтобы он делал правильный выбор потому что всегда дается ему такая возможность вот это вот очень важно понимать но что мы видим он сделал неправильный выбор да он сделал действие в другую сторону и видим что там впоследствии был разрыв вот этой связи с всевышним и естественно произошло наказание и мудрецы вот объясняют нам так как это происходит потому что это можно понять сегодня по схеме энергетики да вот например как вайфай когда связь нарушается где-то там нет проводов ничего нет но где-то нарушаются какие-то волны и сразу на экране начинает мигать начинает искажаться вот точно так же и человека когда нарушается связь начинает искажаться душа человека начинает искажаться поведение и начинает все искажаться вокруг него и мудрецы объясняют что действия наши действия неправильные неправомерные по отношению к замыслу бога когда мы наглого так нарушаем его законы и уставы что происходит такими действиями человек сам порождает нечистых ангелов вот часто люди говорят ангелы сатан бесы и так далее надо понять откуда есть часть ангелов которые люди рождают своими плохими поступками вот и потом эти ангелы создают вокруг человека такое невидимое нечистое пространство и высасывают из него энергию и душевную энергию всякую энергию они питаются вот этими вот негативными явлениями человека негативными мыслями негативными речами негативными поступками и человеку становится все хуже 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 и хуже и как следствие что происходит человек уже катится по наклонной и как это часто бывает что первый раз переступить черту еще какая-то совесть есть да вот с молодости например ну взять любой пример первый раз что-то сделать страшно чтоб не увидели не узнали как-то человек прячется у него еще есть какая-то совесть как протоптанная дорожка да первый раз прошел все видят так и первый раз вот согрешить человек думает а все же на меня все смотрят у него такое ощущение есть а потом второй раз третий раз пятый раз уже все протоптанная дорожка а на 25 раз человек уже получается от этого удовольствия то есть он уже черпает вот эти вот нечистые силы они его уже радуют они его напитывают а о всем другом он уже забыл а все остальное его раздражает когда он встречается с каким-нибудь верующим человеком то обычно это вызывает какую-то гримасу на его лице вот и все до какой поры это будет проходить уже народная мудрость определила сколько веревочки не веся как чаще всего это останавливается а это останавливается встряской с небес то есть какой-нибудь удар какой-нибудь медицинский приговор не дай бог какие-нибудь обстоятельства какие-нибудь тяготы страдания и тогда человек начинает задуматься и смотрите что интересно вот эти же нечистые силы они имеют мистический чек не всегда осознает что с ним происходит вот что самое интересное он не предполагает что это такое над ним насилие какого-то иного существа люди об этом даже не думают вот пример вот недавно буквально на прошлой неделе ну я услышал такой случай произошел на одной фирме богатый человек крупный бизнесмен семья дети очень хорошо себя финансово чувствовал было куча планов впереди ну все ничего не предвещало в один прекрасный день вот все тут были все вышел в другую комнату и застрелился и до сих пор никто не знает ни почему ни из-за чего потому что когда человек идет по этой наклонной то только один бог знает что в его душе творится только один бог все видят преуспевающего человека например а внутри у человека ему уже жить не хочется почему потому что это перекрыли кислород это то же самое что в физическом мире вот лежит человек с маской да потом с него маску сняли нет кислорода и что и начинаются конвульсии и конец вот это примерно то же самое происходит и в духовной жизни теперь поговорим о самой душе человека вот это вот восприятие как как эти силы перекрывают нечистые и как всевышний открывает как это связь души с всевышнего то наши мудрецы вот мне понравилось выражение шестого любовеческого рэбе рэбе раяц его звали и он говорит что душа человека она имеет пять имен пять имен на еврейте это звучит так кто изучает еврейский текст и вы могли это слышать нефеш рох нешома хая и ехида пять имен у души это не значит что это разные какие то душа она цельная но у нее есть пять имен и объясняется это так часть души ответственно за физиологию человека часть души ответственно за эмоциональный мир за эмоции человека то что говорят сердце да вот руах руах это ветер и так же самые эмоции работы сегодня ты любишь а завтра ты ненавидишь того же самого человека это как это тебе так надуло надул какой-то ветер и человека изменил отношение коренным образом следующий это нашома это интеллектуальная сила следующая хая это это как это называется интуиция то что есть уже не внутри человека это где-то находится вот как вот тут где-то навеяло что-то вот все за а я что-то чувствую что я против да у женщин особенно это развито и следующая ехида вот это самая высшая точка называют это в простоте или вера или лучше сказать доверие к богу потому что это разные вещи доверие к богу то есть это сущностная связь всевышним это самая тайная самая загадочная вот эта связь всевышним вот это вот такая вот можно сказать как веревка да вот это вот так работают силы нашей души и мы можем увидеть вот что происходит да когда человек разрывает связь это то или этот огонек еле-еле слабенько где-то там в душе у человека ну да где-то бог там есть ну где бог идея то вот эти силы они работают очень слабенько и вот у нас есть хороший пример вот восстановление восстановление вот этой связи человека с богом это наш любимый герой почему это грубо что мы назвали шатер авраама в его честь который был абсолютным язычником жил в языческой стране там было абсолютное долопоклонство вся семья его была погружена видала поклонство все медроши говорят что его папа торговал идолами и человек нашел в себе силы задуматься осознать что все что происходит неправильно и он смотрел на природу он понимал что этого мира есть хозяин и этот хозяин который мы называем господь хозяин мира он открылся аврааму и он заключил с ним вечный завет вечные отношения и тогда что авраам авраам как его стал аврагам то есть и вышний добавил одну букву из своего имени и о чем это говорит что он раскрыл вот эту сущностную связь с авраамом и у него заработали все вот эти качества души то есть они начали почему он был пророком у него были силы противостоять всем испытаниям которые он прошел исправить себя на и передать это учение и стать отцом для множества народов у него появилась вот это вот божественная связь мы можем увидеть еще один пример вот как раз то что происходило буквально на в прошлой главе когда моша передает полномочия правление еврейским народом но мы можем увидеть чуть-чуть раньше когда они шли в землю как разведчики И Егошуа тоже туда шел Только звали его Оше То есть обратно не хватало там одной буквы Но тогда Маше помолился за него И Оше стал Егошуа То есть у него открылся вот этот канал связи И он постоянно усиливался И благодаря этому, когда Маше сказал Будь тверд и мужествен У него раскрылись новые силы и души, и физиологии И он не стал вместе с разведчиками И дальше мы можем видеть, что Во-первых, он не подался на грех разведчиках Во-вторых, потом он победил в сражениях Хотя изначально объясняют нам мудрецы Что он не был особенно твердым и особенно мужественным Это стало после вот этого вот Расширения вот этой связи с Всевышним И так и он и ввел народ в землю Израиля Разделил ее на уделы То есть когда к нему пришла вот эта вот сила Когда он получил божественное направление Силы даются человеку Для того, чтобы он выполнил свое предназначение А ведь это же относится к каждому человеку Ну мы привыкли смотреть на героя Как бы герой это понятно И человек может сказать Ну а у меня же я же не герой Я же не предводитель народа Так это же нам показана схема для примера У каждого человека он герой в своем размере Как говорится Потому что вместо него никто туда не придет И не выполнит работу За него не воспитают его детей За него никто ничего не придумает За него никто не... Он в своем размере Но так же самое Когда он выполняет свое предназначение То даются ему силы на это Все необходимые силы Чтобы пройти испытания Чтобы выполнить свое предназначение И чтобы жить с удовольствием Вот это самое важное Потому что ощущение нашей души Никто не может увидеть Как вот человек... Человек может улыбаться А внутри кошки шкребут А другой сидит и редко улыбается А внутри у него радость большая Так тоже бывает Есть люди, которые радуются и не видно Внутри мир, шалом, радость, гармония А по лицу иногда не видно Вот эти все силы раскрываются И что потом Когда он пришел в землю Он говорит Я и мой дом И все будем служить Богу Вот что происходит Когда человек восстанавливает Такие вот отношения к Богу Теперь давайте вернемся К нашему Каину Который пошел по наклонности И что мы про него знаем Что находясь в изгнании В теснинах В страданиях Там видно диалог Каина с Богом Он жалуется Меня же теперь будут убивать Издеваться надо мной Вот И мы знаем Что Каин Он раскаялся перед Богом Потому что мы видим Как это происходило Он говорит Всевышнему Такие слова Велика вина моя непростительна Это есть признание своей вины Он ее осознал Он ее признал И он ее высказал И мы возвращаемся к идее Вот этого нашего раскаяния Что это вообще значит Раскаяние Потому что сегодня Люди, которые поверхностные Они бывают просто Говорят эти слова Ну написанный текст Он довольно известный Каждый раз они просят Прощения у Бога На самом деле это хорошо Это действительно надо делать Каждый день Потому что когда человек Это делает Я вот это сравниваю так Так как человеку На ночь хорошо умыться Почему? Он там где-то руки запачкал Сам там потел Еще что-то И перед тем как лечь спать Хорошо чтобы тело отдохнуло Поры открылись Чтобы оно дышало нормально Да хорошо умыться Так точно так же и душа Где-то ты раздражался Где-то ты злился Где-то кого-то обманул Где-то еще как-то Душа тоже загрязняется Поэтому когда перед сном Человек становится Задумывается Говорит об этом Всевышнем Действительно сожалеет об этом И просит силы Чтобы больше у него этого не было Чтобы больше так не делать Вот это называется Настоящее раскаяние И что мы видим потом? Каин исправляет свою ошибку Вот это очень важная идея Это по возможности Исправить свою ошибку Просто когда человек Делает какое-то зло Часто бывает так Что когда он приходит в себя И раскаивается И сожалеет Уже исправить ничего невозможно Да? Часто дети так К своим родителям Относятся Когда родителей уже нет Они говорят Вот А все-таки Там мама была права А все-таки Папа был Лучше чем я думал Но это уже потом Уже нельзя Не извиниться Уже нельзя Ничего доброго сделать Уже поздно Ну Это ничего Когда ты уже не можешь Ничего сделать Так не можешь Но если можешь Надо исправить ошибку Это есть реальное покаяние Что мы видим у нашего Каина Дальше сказано Что он родил Ханоха И построил город Ханох Какие здесь скрытые идеи Слово Ханох значит воспитание То есть что он родил? Он родил воспитательный процесс Я так пошучу Что он стал первым Директором школы Потому что он понял Свою проблему Адам был первый человек Он мог показывать Какой-то свой пример Но он не знал Идею воспитательного процесса И потом Каин ощутил Это на себе И он исправил Эту ситуацию Через вот такие вот Трудности Которые он прошел И как говорят Что убийца стал первым учителем Вот это есть настоящее исправление Первую школу Или институт Или садик Ну все что мы сегодня имеем Кто его был Первоначинатель Первооткрыватель Это был Каин Человек который вначале был убийцей Поэтому мы видим Что такое настоящее раскаяние Что такое покаяние Это напомню еще раз Это осознание своей неправоты Это выражение Обращение за помощью К Всевышнему Это принятие решения Стараться так больше не делать Я почему всегда говорю Мне как-то раз поправили И говорят Не он должен не делать Я говорю Нет Я всегда буду говорить Что стараться этого не делать Почему Потому что написано Семь раз упадет праведник То есть стараться Это уже процесс У человека может не получиться Это с первого раза Он уже старается Но селенок пока не хватает Но Всевышний Видя старание Даст ему селенки И у него в процессе Это обязательно получится Главное не останавливаться А идти в правильном русле И потом по возможности Исправить ситуацию Вот почему люди часто удивляются Ну был же бандит такой Как он мог так исправиться А вот так исправился С Божьей помощью И с Божьими чудесами Произошло вот это восстановление души И все И человека перевели в совершенный Всевышний убрал всех врагов его Создал ему условия И говорит Давай вперед Меняй себя И меняй этот мир А я буду тебе помогать Вот это вот называется Искреннее раскаяние И кстати смотрите Вот интересное же С чего он начал Да Каин Сделал воспитательный процесс Вот мудрый царь Шлома Он же не зря говорил Научи юношу в начале пути И он не свернет с него Когда и состарится И там есть разные комментарии Ну там есть много смысла В этом выражении Но дальше написано Научи его трепету перед Всевышнему Что чему вот этой точке Самое главное Чему надо научить своих детей Почитать Бога Бояться его В правильном понимании этого слова Задумываться Когда ты что-то хочешь делать А как Бог на это посмотрит И вот с такой вот позиции Да Вот это вот воспитательный процесс Ведь смотрите Сегодня Ну что часто происходит Что детские садики Да ну с каким мотивом Родители часто дают детей В детский садик Потом в школу На работу мне надо идти Кто с тобой сидеть будет Пусть с тобой сидят А там такой же воспитатель Который тоже Такой же педагог Как я балерина Да И потом В каком состоянии А ребенок там проводит Там три года То представьте Лучше бы я на работу не ходил А сидел со своими детьми Потому что так хоть я могу Как-то влиять Но если могу А там кто будет влиять Поэтому я очень благодарен Ну еврейскому народу Еврейским мудрецам Что у нас есть такие Специальные еврейские школы Везде где есть Еврейская община Сразу стараются сделать Еврейскую школу Для чего? Чтобы вместе с физикой Математикой Преимущественно Физика Математика Там не главные предметы Главный предмет В начале Учебного дня Это молитва К Богу И потом идут Всевозможные Ну уроки Духовные уроки Там Талмуд Тора Кабала И так далее В зависимости от возраста Ну умение Воспринимать информацию И это конечно Вот это вот воспитательный процесс Воспитательный процесс Обязательно должны быть Включены духовные дисциплины Сегодня это трудно сделать На земле Потому что разные религии Разные мнения И поэтому вот так вот И поэтому появились светские Эти все моменты Они да делают что-то хорошее Конечно облегчают жизнь людям Но это такая Иногда это мина замедленного действия Потом ты получаешь на выходе Воспитанного другими людьми Ребенка И очень трудно потом Все это подается Каким-то переменам Да и уже потом Я упустила Где ж я тебя упустила Да Не ты опустила Ты отдала его В воспитательный процесс Там друзья Там все Со своими Как говорится Амбициями И пошлостями И там твой ребенок Впитывает как губка Вот это вот Сложность Поэтому на самом деле Можно сказать Что Каин реально Исправил свои пути Реально Исправил свои пути И мы возвращаемся К нашему дню Важному Йом-Кипур И вот эта вот Идея раскаяния Это и есть Главная идея Йом-Кипура Со стороны человека Небеса Они дают нам Сюда определенные силы Но человек Должен сделать Свою работу Да Раскаяться перед Всевышним Осознать Запланировать что-то Как он будет Все это менять Где В каких делах Он будет Все это менять Вот А со стороны Всевышнего Идет помощь Всем желающим Всем желающим Вот И после вот Это очищение Да Происходит Очищение души В этот день Когда человек Раскаивается Очищается Его душа И тогда Что происходит Раскрытие новых сил Человеческой душе И потом Начинается Процесс Восстановления Восстановление Его эмоционального Содержания Восстановление Его каких-то Внешних связей Его поступков Все потихоньку Начинает меняться То есть Как оно по графику Как оно шло По наклонной вниз В этой точке Оно начинает Постепенно Подниматься Вверх А это уже Зависит от скорости Каждого От желания Каждого От трудоспособности Каждого Наблюдая уже Многие годы За людьми Которые начинают Вот свой путь Такой Часто очень Люди хотят Идти медленно Хотят идти Только там Где им удобно Поэтому Вот как Еврейский народ 40 лет Вместо того Чтобы сделать Что-то за год На это уходит Много жизней И так они Остаются в пустыне То есть Уже вроде Верующие Все Но не преобразовав Свою душу Не преобразовав Вокруг себя Так и не пришли В свою мечту Ну в какую-то Новую Землю Пространную Просторную Где течет Молоко И мед Это все Такие образы Которые Они могут Нам Приоткрыть Завесу Происходящего Поэтому В этот день Йом-Кипур Мы имеем Ежегодный Бонус Такой С неба Ежегодный Поэтому Называется Это день Великий День Всевышнего И каждый Год Каждый Год Каждый Год Происходит Такое Обновление Душевных Сил По крайней Мере У человека Есть такая Возможность И Я вот Слышал Две Интересные Истории От наших Равинов И Хочу Вам Просто Поделиться Этими Историями Они Вот Тоже Очень Хорошо Описывают Как Работает Этот Процесс Ну Как Смыть Вот Эту Грязь Души И Вот Равин Давид Альтман Он Рассказывал Как-то Такую-то Историю Однажды Вот Ну Надо Представить Вот Хозяйка Выливала Всякие Помои В окно А потом Она Как-то Мыла Руки Там же Над этим Окном И у нее Слетело Кольцо Кольцо Дорогущее Золотое С бриллиантом И оно Упало Туда В эти Помои В эту Лужу А был Сильный Мороз И оно Все Застыло Оно Найти Это Невозможно Ни Она Сама Это Найти Не Могла Ни Люди Проходящие Мимо Никто Не Мог Этим Воспользоваться Это Большая Драгоценность Но Потом Что Пришла Весна Это Все Оттаяло И Кольцо Вылезло Естественно Наружу И Его Мог Найти Любой Она Могла Найти И Другие Люди Этим Могут Воспользоваться Вот Так Кипур Когда Душа Уже Зачерствела Залежалась Не сам Человек Толком Ей Не Радуется Ни Другие Люди Не Могут Этим Тоже Как-то Воспользоваться Но День Кипура Очищается И Сам Человек Начинает Чувствовать Себя Хорошо И На Людей Он Влияет Тоже Положительно Вот Такая Вот Есть Возможность Ежегодно Ежегодно Получать Такой Вот Небесный Бонус Есть Еще Одна Интересная История Я Услышал Ее Уровина Долбера Байтмана Вот Мне Кажется Это Очень Важно Сказать Сегодня Ну Я Немножко По-своему Там Добавлю Как-то Чуть Вот С Другого Ракурса Вот Есть Такая Ошибка В чем Заключается Ошибка Что Люди Часто Неправильно Понимают Выражение Милосердия Выражение Милосердия И Часто Думают Как Вот Я что-то Должен И я Просто Не верну Долг И все Вот Это Называется Милосердие Всевышнего И он Приводит Историю Которая Вот Она Расписывает Что значит На самом деле Милосердие Всевышнего И он Рисует Такую Картину Вот Один Человек Одолжил У другого Человека Или на Фирме Фирма У фирмы Не важно Одолжил Деньги Пусть Будет Фирма Это Будет Серьезней Потому что Там Юристы Всегда Задействованы Одна Фирма Одолжила У другой Фирмы И заключили Юридический Договор Со штрафными Санкциями Что должны Вернуть Деньги Такого-то Числа В понедельник Не получилось Денег Нет Виноваты Виноваты Должны Вступить Штрафные Санкции Человек Приходит И что Он говорит Он говорит Ну прости меня Я тебе Деньги Не Адам Так же А что Он говорит Прости Я не смог В этот раз У меня были Уважительные Обстоятельства И так далее Там То-то 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 Можно Перенести Возврат Долго Ну на будущее Какое-то На два месяца На три месяца Так вот Что такое Милосердие Всевышнего Это не значит Что когда Человек Раскаялся И говорит Ну все Я делал Все это Зло на земле Там тому Столько Судеб Поломал А теперь Ну прости Меня И все Он говорит Прости Меня Но я Исправлю Свои пути Я тоже Теперь Постараюсь Столько Людей Которые Уже В проблемах Им помочь Как-то На них Как-то Повлиять Я не просто Говорю Извини И все А я Отдам На самом деле Вот это Вот Важный Очень Момент И у нас Есть Хороший Пример Этому Прямо В Торе Сказано Вот Когда Маше Вернулся С горы Синай И Вымолил Прощение Там Всевышний Вообще Говорит Я уничтожу Этот народ От тебя Произведу Новый И там Есть множество Комментарий Что это Как это Но это Не тема Сегодняшнего Разговора Но факт Заключения Всевышнего Что он Сказал Маше Говорит Я вас Прощаю Вы Идите Все Туда Куда Я вам Предопределил А по Дороге По дороге Каждый Получит То Что Заслужил То есть Вот эта Точка Прощения Он Говорит Хорошо Сегодня Можешь Не отдавать Да Но вы Идите А дальше Мы посмотрим Как в процессе Человек Будет себя Вести И мы можем Видеть Процесс Пустыни Был Совершенно Разный Кто-то Пришел В землю И привел Туда Всю Свою Семью И сказал Я и мой Дом Будет служить Богу Кто-то Бунтовал В пустыне Кто-то Все время Плакал Ему Мяса Не было Воды Не было Хлеба Не было Правительство Не нравилось Все Было Ему Плохо И каждый Мы видим Каждый Действительно Получил За свое То милосердие В чем заключается Да Тебе дается Шанс Но дальше Дальше Все зависит От тебя Вот это Вот очень Важный Такой Момент Ну и Я хотел бы Здесь тоже Выделить Что эта идея Она абсолютно Абсолютно Идентична Для каждого Человека И сказать Разницу Вот например Ну Все евреи Называют Вот это Раскаяние Таким словом Чува Слово Чува Переводится Как возвращение В других Религиях Это не во всех Но есть такое Выражение Рождение Свыше В принципе Оно имеет Ввиду Вот эту Вот связь И восстановление С Всевышним Но Почему так Называется Я объясню Почему так Называется Потому что На горе Синай Когда было Дарование Торы Весь еврейский Народ Сказано Там души Влетали И вылетали Весь еврейский Народ Получил Дополнительные Силы Чтобы Осуществлять Божественное Предназначение Распространять Знания Торы Работа В храме Ну там Были Многие Вещи О которых Мы поговорим Во второй части Нашего урока Раскрылись Вот эти Дополнительные Силы Каждому Кто стоял Там Под Горой Синай И потом Эти силы Силы души А душа В крови Они переходили Через материнское От мамы Переходило Вот это Вот ДНК Она переходила Каждому Еврею И если мы Сегодня посмотрим Вот я даже За себя скажу Вот я когда копнул Раньше меня это Не интересовало Вот когда Я был пионером Комсомольцем Но потом Когда я уже стал Общение с Богом Поддерживать Мне интересно Стало выяснить И оказывается Моя бабушка Моя бабушка И у нее сестра У сестры Муж был раввином И у них в доме Делали мацу И соблюдали Все праздники И как она мне Рассказала Вот все Как сегодня Это была Религиозная семья То есть Если взять Какого-то еврея Вот эта вот Частица Вот эта сила души Она передавалась Из поколения В поколение И если взять Наверное Любого сегодня еврея Ну максимум Два поколения назад Ну три максимум То у него были То есть Этот сигнал Он еще ощутимый И поэтому Называют Возвращение А люди Язычники Например Да Ну мы знаем Какие формы Язычества Раньше были Которые 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 Были Отключены Со времен Адама И уходили Все дальше И дальше И дальше В свои Зверства В свои Вот эти Оккультные Формы Да И там Нет такого Вот Недавно Там есть Очень Очень Давно Поэтому Когда такой Человек Вдруг Надумывает Восстановить Связь Севышним Это Получается Как у Первого Еврея Авраама И получается Что Дали Этому Такое Название Рождение Свыше То есть Как будто Это Второе Рождение Не Возвращение А второе Рождение Но в принципе Если разобраться Тот кто Понимает Здесь Говорится Об одной И той же Точке Это Точка Восстановления Личных Взаимоотношений С Богом И начинающий Отсюда Дальнейший Процесс Развития Этих Взаимоотношений И это У каждого Есть Своя Скорость Свои Тонкости Своя Динамика Но Процесс Пошел Очень важный Момент Надо добавить К этому Празднику Что Вот это Вот покаяние И прощение И искупление Оно происходит За грехи Между Человеком И Богом Но есть же Грехи Между Человеком И человеком То тут Очень важно Тоже Чтобы человек Понял Что между Человеками Человеком Человек должен Сам Постараться Восстановить Отношения Как это Если он Виноват Надо Извиниться Надо Вернуть Что-то Ну то есть Все 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 Что можно Исправить Надо Исправить Задается Вопрос Если человек Не хочет Мириться То Объясняют Наши Мудрецы Надо Сделать Три Попытки Примириться И тогда Все Ты тогда Свободен Тогда Это уже Ответственность Другого Человека Но ты Перед Богом Своё Выполнил Если Можно Как-то Восстановить Значит Надо Восстановить Все Ну вот В принципе Все Что Хотелось Сказать По поводу Этого Первого Нашего Урока Значит Нам Надо Подготовиться К 5 Октября Каждый Может Знать Что Делать Немножко Проанализировать Свои Поступки Свои Намерения Свои Настроения Поговорить Об этом С Богом Запланировать Какие-то Правильные Вещи Попросить У Бога Помощи На это И с Божьей Помощью Вперед На этом Перерыв Продолжение следует...